Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Избранный из беседы святителя Иоанна Павла. Итак, когда ты увидишь какое-либо случившееся затруднение, или в супружестве, или в других обстоятельствах, то молись Богу. Это единственный самый лучший способ избавиться от случающихся с нами бедствий. Подлинно. Молитва есть великое оружие. Это я часто говорил, и теперь говорю, и не перестану говорить. Хотя бы ты был грешником. Посмотри на мытаря, который не был отвергнут, который очистился от такого множества грехов. Хочешь ли знать, как важна молитва? Это не мое слово. Я сам по своему суждению не осмелился бы высказать этого. Выслушай из Писания, как молитва делала то, что не делала дружба. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Иван Гелет Луки 11, 5, 8 Видишь ли, как в том, в чем не успела дружба, успела неотступная просьба. Так как просивший был друг, то дабы ты не подумал, что он по этой причине успел, сказано, Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Если и дружба, говорит, не сделает этого, то неотступная просьба сделает то, в чем не успела дружба. С кем это было? С мытарем. Не был он другом Божьим, но сделался другом. И так, если бы даже ты был врагом, то через неотступную просьбу сделаешься другом. Посмотри на Хананиянку и послушай, что Господь сказал ей. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Евангелие от Матфея, 15, 6, стих. Почему же он сделал, если это нехорошо? По неотступной просьбе жена достигла этого добра, дабы ты знал, что, чего мы недостойны, того делаемся достойными через неотступную просьбу. Я сказал это для того, чтобы ты не говорил, я грешник, я не имею дерзновения, у меня нет молитвы. Кто не думает, что он имеет дерзновение, тот имеет дерзновение. Но кто думает, что он имеет дерзновение, тот потерял дерзновение, как фарисей. А кто считает себя отверженным и презренным, тот особенно и будет услышан, как мытарь. Посмотри, сколько ты имеешь примеров. Хананиянку, мытаря, разбойника на кресте, упомянутого в притче друга, просившего трех хлебов и получившего не столько за дружбу, сколько за неотступную просьбу. Если бы каждый из них сказал, я грешник, я стыжусь, и потому я не должен приступать, то не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из них взирал не на множество грехов своих, но на богатство Божие человеколюбие, то, получив дерзновение, осмелился, и, быв грешником, просил не по достоинству своему, и каждый успел в том, с чего желал. Будем же помнить все это и соблюдать. Будем молиться непрестанно бодрственно, с дерзновением, с благими надеждами, с великим усердием. С какой ревностью другие молятся о вреде врагам. С такой ревностью мы будем молиться и за врагов, и за своих братьев. И непременно получим все полезное. Потому что человеколюбив подающий, и не столько мы желаем получить, сколько он желает подать. И так, зная все это, хотя бы мы погрузились в крайнюю бездну нечестия, не будем и тогда отчаиваться в своем спасении, но будем приступать с благою надеждою, убедив самих себя, что мы непременно получим, чего просим, если станем просить с установленными им законами. Аминь. Аминь.